Дорогие друзья, мы находимся в Тутракан. Это маленький городок на берегу Дуная в Болгарии. Именно здесь, 31 числа, в субботу пройдут поединки между Красимером Костадиновым, жителем этого поселка, и Виталием Ларьким. Этот поединок, это первый этап ТОП-8. И в рамках этого проекта ребята будут бороться на правую руку. 6 раундов. Главным рефери этого поединка будет Мачель Сосницкий из Гдынского клуба «Злотый тур». Он один из тренеров «Злотого тура», а также еще и рефери. Мачель Сосницкий выполнил разряд лучшего рефери в Польше. Поэтому, набираясь опыта на международных событиях, он будет судить этот поединок. Но Мачель Сосницкий, он уже судил чемпионаты Европы и мира. Поэтому нельзя сказать, что это просто новичок. Но дело не в этом. Прежде всего, я хочу вам представить двух атлетов первого поединка серии ТОП-8. Итак, Красимер Костадинов, который является многократным чемпионом мира и Европы. Он начинал свою еще карьеру молодым. В юниорском возрасте он выиграл уже чемпионат Европы. Правильно? Второй. Второй? Второй. По юниорам он стал вторым. Его оппонентом Виталий Лаликин. Он тоже выступал еще будучи в юниорах. Но свои титулы, свои самые важные титулы уже занимал, когда был на взрослой арене. Тем не менее, Виталий Лаликин в 2019 году закончил ТОП-8 на втором месте. Он прошел все поединки. В финальном поединке боролся с Ливаном Сагинашвили. Финалы проходили в польском городе Румия. Там он проиграл Ливану Сагинашвили. Но мы все видели, какой это был классный поединок. Сейчас же Виталию предстоит поединок с Красимером Костадиновым. Спортсменом, который в отборочном турнире в 2020 году выиграл в Аликса Курдече. Тогда в этом интереснейшем поединке мы видели, как Алекс Курдече пробовал зацепиться и остаться в ТОП-8. Ведь он закончил на седьмом месте в 2019 году. Тем не менее, в этом поединке счет был равен. Профессиональная лига Арбрессинга назначила еще один дополнительный поединок. Для того, чтобы окончательно сказать, кто будет бороться в ТОП-8. И этот седьмой, последний раунд выиграл Красимер Костадиновым. Поединок шел целых аж час двадцать. Это был исторический момент. Самый длинный поединок, который был в профессиональной лиге. И я, по крайней мере, помню. Это 40 минут. 11.40 минут. Но здесь час двадцать. Ребята, эмоции просто зашкаливало. Я сам стоял в этом зале и пробовал комментировать этот поединок. Но то, что я видел, это действительно забивало просто дух. Будет ли такая же атмосфера в Тутракан, мы уже скоро увидим. Для спортсменов это дело чести. Кто из них будет победителем и кто перейдет в группу А и в группу Б. А припоминаем, что с группой А спортсмены будут бороться за первое-четвертое место. Тот, кто попадает в группу Б, может бороться только за пятое-восьмое место. Итак, Красимер, у меня вопрос к тебе самый главный, пожалуй, самый ключевой. Все видели твой поединок с Алисом Курдачи. Все знают, что ты готовился в экстремально коротком времени к этому поединку. После победы на Кубке мира среди профессионалов, кстати, это была очень уникальная победа для тебя. Впервые ты стал победителем Кубка мира. У нас возник сразу же вопрос. Та форма, которая была с Алисом Курдачи, насколько она была, скажем, такая же самая, как сейчас? Или все-таки ты в этой форме сейчас подвинулся вперед? Я думаю, что сейчас я в лучшую форму. Тогда я узнал, что этот матч, наверное, 4 недели до матча. У меня было там какие-то боли после золотого тура. И я очень рад, что я выиграл тогда. Но я могу сказать, что это не было моя самая хорошая форма. А сейчас я думаю, что моё здоровье хорошо. И я постараюсь дать все 100 на эту субботу. Виталий, в 2019 году я уже всем сообщил, что ты занял второе место на ТОП-8. Ты в сильнейшем, крутейшем, можно сказать, поединке все-таки уступил Ливану Сагинашвили. Эмоциям было просто край и предел. Все все-таки где-то там думали, что ты сможешь хотя бы исход этого поединка как-то там предрешить в другую сторону. Но, тем не менее, прошло полтора года. И ты сейчас будешь бороться с Красимиром Костадином. Как твоя проходила подготовка? Сколько ты отдыхал? А сколько ты готовился именно к этому поединку? И насколько ты готов к этому поединку сейчас и здесь? Отдыхал после турнира ТОП-8 в 2019. Ориентировочно полгода отдыхал, завечивал травмы. После сильнейшего поединка с сильнейшим Ливаном Сагинашвили. И после я начал немного тренироваться, так сказать, ждал отмашки. Отмашки начала ТОП-8. И все это время я потихонечку тренировался. Делал я ОФП для набора массы. Мне удалось около 10 кг набрать. Соответственно, с набором массы, с набором именно ОФП, мне удалось набрать силу в армлессинге. То есть, многие упражнения выросли, большинство выросло. Это моя бочина, которая была слабая. Не могла давить в сторону. Благодаря ОФП, это мне все подосло. Хорошо, когда в поединке с Ливаном Сагинашвили, была вот эта проблема с бочиной? Так злана или нет? Там даже такой небольшой момент был, что я чуть-чуть даже перетягивал его. Не выдержала у меня кисть в первом поединке, когда я их удержал. Когда кисть у меня поплыла, уже она не работала в дальнейшем поединке. И она мне восстанавливалась после этого около двух месяцев. Вот именно кисть. Подавила кисть, закатка. Я думаю, если бы кисть закатка работала, возможно, почему бы хватило. Но сейчас Ливан уже на другом уровне. И нужно к нему готовиться по-другому. Но это, опять же, будем уже думать тогда, когда поймем, получится ли отобраться мне или по-красимирую, или по-а, или по-бб. То есть, уже по ситуации, мы не смотреть. И готовиться определенно под соперника. А поменялся каким-то образом тренировочный план, когда ты готовился к красимирую Костадиновой? Ну и, соответственно, что ты думаешь на будущее после этого поединка? Все-таки сразу же поменять план и делать еще какие-то дополнительные упражнения? Или все-таки остаться при этом плане, долбить его так до конца? И долго, пока не добьешься своих результатов? Я знаю, что тебе еще не хватает веса. Ну, это правда. Все говорят при твоем росте. Ты совершенно спокойно можешь даже весить 140-150 килограмм. Вопрос, нужно ли это? Раз. Второе. Насколько увеличение самой веса? Прибавить тебе силовых показателей? Вот мы это и проверим 35-го числа. Иду ли я в правильное направление, либо это неправильно. До того, как я узнала, что мы с Касимом будем бороться, имеется в виду, что уже были обозначены даты, я занимался ОФП, дело жив-лежа, плечи, спину, встанную тягу, приседел. И после того я уже перешел на подготовку специализации, для того, чтобы укрепить свои углы, пальцы, кисти, чтобы свое тело подготовить к борьбе. С 31-го числа мы будем бороться, там будет видно, то ли я делал правильно, либо я делал неправильно, что-то нужно менять, либо вообще не менять и идти в том же направлении. Красимер, учитывая то, что ты выступаешь в весовой категории плюс 105 килограммов, твой вес на сегодняшний день, скажи мне, пожалуйста, сколько ты весишь? 106. 106 килограммов. В общем-то, очень хорошее вес. Но, не чувствуешь, что ты немножко легкий для этого весовой категории? Наверное, 5 год назад я был 101-102 килограмма. Я сказал себе, если ты становишься 105, ты сможешь выиграть всех. Сейчас посмотрим, если это правда или нет. Очень уверенно, но профессиональная лига арбрестлинга думает в направлении того, чтобы сделать еще одну весовую категорию. Что правда, это пока что на сегодняшний день, причем инсайдерская информация. Но я думаю, что в будущем весовая категория до 115 или 16 или 18 килограмм и плюс было бы актуально. Ибо мы все видим, что ребятам, которые весят 105, 107, 108 килограммов, как Красимир, может быть, им не хватит самого веса для того, чтобы конкурировать. Но 31 числа мы это подтвердим. Или мы будем в этом направлении работать, или все-таки нет. Или не повердем. Или не будем этого делать, совершенно верно. Красимир, вопрос такой. Ты боролся с Ливаном в Сагинашке. В каком году ты боролся? И как тогда тебе удалось выиграть? Я боролся с ним несколько раз. Я выиграл его в 2016 году чемпионат Европы. В Румынии. В Румынии, да. Я готовился три месяца на его. Я выиграл. Потом, сначала в 2017 году на чемпионат Българии с Сашо Андреев у меня плечо заболело. И потом целый год у меня форма была такая. Я набирал его чуть-чуть. И тогда в 2017 году Ливан выиграл меня и на чемпионат Европы, чемпионат мира и на золотом туре. Я боролся с Ливаном два-три месяца назад в Истамбуле. Это был просто тренировочный поединок. Сейчас он в очень хорошей форме, он выиграл меня очень легко. Когда он выиграл меня так легко, я остановил тренироваться левой. Все моя подготовка, все мои силы, энергии, концентрация направлена в последние трех месяцев. Сейчас посмотрим результат. А что тебя самое больше удивило в его руке, в его силовых показателях, когда ты боролся? Что тебе самое больше интересное было? Пробить, не знаю, пальцы, попробовать его крю где-то закрутить? Для Ливана он упасен для всех, потому что он силен везде. У него вообще слабых нет. У него палцы держат, пронация хорошая, бочина хорошая, бицепс хороший. Просто у него слабых места нет. И вот в таком случае ты хочешь, скажем так, выиграть Виталия, перейти в группу А и уже там где-то к бороться. Но еще у Ливана, ребята, будет 5 сентября поединок с Дайвом Чах. Так что мы вообще не знаем, куда кто попадет. Было бы огромным для нас удивлением, чтобы было что-то другое. Но я думаю, что Ливана в сегодняшний день действительно в очень хорошей форме для того, чтобы остаться в группе А. Тем не менее, мы сегодня говорим о первом поединке, о поединке между Красимиром Костадиновым и Виталием Лалекиным. И вопрос сейчас к Виталию. Виталий, ты встречался с Ливаном буквально весной этого года. Он приезжал к вам на Сибирь, им пауэр-шоу или как он там называет? Да. Кстати, очень хорошее событие. Одно из лучших площадок, где собирается не только аргрессинг, собственно говоря, но и другие виды спорта. Респект и уважение тем парням, которые делают это событие. Был там Ливан приглашенный в качестве гостя. Он не был, он не присутствовал как спортсмен. Просто приехал как гость. Вы пробовали свои силы наверняка. И ты уже не скажешь, что ты с ним не боролся там или там, не пробовал его руку, не держал его. Нет, мы с ним не боролись, потому что это было уже после того, как он слетал в Дубае, потом он был в Курции, и вот с Красимиром не стояли пробовали. Ливана болели руки и мы с ним не стояли. Не понял, болели руки после Красимира что ли? Конечно, конечно. Ну, говорят, что его в Дубае очень сильно замучили, что он Волга очень не мог отойти. И вот мы с ним абсолютно не стояли ни на левой руке, ни на правой. Так я его приглашал к себе на тренировку. Посмотреть маленько, как он себя чувствует, был в хорошей форме. Он протестировал на своих его упражнениях. Думаю, приличу я к нему в Грузию, даст Бог, все нормально будет. Он протестирует меня на своих упражнениях. Ну, скажем так, у Ливана нет возможности протестировать своих упражнения. Виталий, а почему? Потому что мы, когда были в Грузии, мы увидели, что в Ливане, де-факто, кроме стола, в общем-то, ничего нет. Те тренажеры, которые у него есть, ну, это, скажем так, не для таких парней, как вы, а поменьше, скажем, для весовой категории 80 кг, но не для плюсов. Поэтому я думаю, что попасть в Грузию и уже тестироваться, нужно, прежде всего, к Ливану привезти мой прибор, вот тот надежный, в который можно вкинуть даже 200 кг. И тогда уже можем совершенно спокойно пробовать и тестировать ваши показатели. Но, неважно, вопрос сейчас о том, кто победит, Красимир Костадинов или Виталий Лалитин в первом поединке топ-8 в весовой категории плюс 105 кг. Ребята, кроме вас, есть еще поединок, который очень интересный на сегодняшний день для многих любителей аэрверсинга. Тейв Чаффи, Ливан Сагинашвили, 5 сентября. Как вы считаете, кто может быть победителем этого поединка? Красимир. Ну, Ливан фаворит этого поединка. Но у Дейв Чаффи бочина очень сильная. Я думаю, наверное, самая сильная в мире. И я верю, что если у Дейв кист хватит, зацепить Ливан, у него есть шанс. Если кист приграет, то все. Ливан Сагинашвили, я полностью поддерживаю Красимир и правильно все сказал. Когда-то в 2018 году, по-моему, боролся Дейв Чаффи и Дмитрий Трубин. Я посмотрел, как реально работает Дейв Чаффи и показал, что он сильнейший атлет всего мира. Потому что он очень легко поборолся, так сказать, наголо превышая своего оппонента. Я думаю, что тут будет зависеть то, как подготовиться. То есть, как Ливан Сагинашвили готовится, мы это видим и прекрасно понимаем, что он очень хорош в форме. А как Дейв Чаффи, мы это еще пока не видим. Никто не знает, как тренируется он. В весовой категории плюс 105 килограмм. Еще есть атлет, очень похожий с весовым, с массой, как у Красимира Костаденова. Как у Красимира Костаденова, это Евгений Прудник. Евгений Прудник готовится на очень агрессивного и очень интересного атлета, непредсказуемого Тима Бресна. С Тимом Бресном он встречался в 2015 году. Тогда, перед самим событием, Евгений Прудник сорвал себе ротаторы во время чемпионата Европы. Ему говорили, не борись, готовься к этому поединку. Но, тем не менее, он не послушался. Бороса дадам с Залоем, если я не ошибаюсь, и оторвал себе, травмировал себе ротаторы плеча. Приехав в Лас-Вегас, он не закончил поединок, а со счетом 4-0 он проиграл Тиму Бресна. Сейчас им предстоит матч-реванш, только уже в рамках ТОП-8. Ваши прогнозы, господа. Виталий, как ты думаешь, в этом поединке кто фаворит? Я так скажу, если Евгений приедет в той форме, в которой он приезжал бы со мной, я бы поставил на Евгения. Но, сейчас непонятно, как он тренируется на экранах наших телефонов, не видно в тренировках, как это было перед поединком со мной. То есть, все видели, наблюдали, какие веса подумал Евгений, как он готовился, каких размеров он был. Так я понимаю, сейчас Евгений подкинул вес, соответственно, к сожалению, с весом находит и сила. Поэтому, сейчас даже я не могу сказать, кто из них может выиграть, но если бы Евгений был бы в той форме, то он боролся со мной. Сто процентов бы Евгений выиграл. Я думаю, что это очень равный матч будет, очень хорошая заруба будет. Не могу сказать, кто выиграет. Не в одно касание, да? Да, там будет очень жарко. Ты боролся с Тимом Брестеном и ты знаешь, что такое Тим Брестеном, сам лично. Да, вчера я говорил, что когда он сказал, давай побороться с Тимом Брестеном в Лас-Вегасе, я подумал, почему с Тимом Брестеном? Я хочу побороться с Пушкаря, но хорошо, давай я побороться с Тимом Брестеном. Он думал, что это был проходной поединок, но как оказалось, нет. Не было так. А в твоей истории, Виталя, были ли такие поединки, где ты говорил, зачем мне этот поединок? В конце концов, ты понял, что этот поединок был действительно достойный. Нет, такого не было, к сожалению, в Вармфайте зашел уже поздновато. Первый раз в 2017 году. Кстати, когда я приехал на золотые туры, я опоздал в свою категорию, где мы должны были с Космиром бороться. Мне предложили пойти в плюс. И в первом же поединке мне попался Андрей Пушкай, которого я выиграл. Сразу же Дмитрий Трубин стоял, где он на сторонке дрожал и очень сильно мне готовился. Но потом все-таки я им проиграл. Мне удалось на старт пробить и с Андреем им играть. Тогда, конечно, все были в зале в шоке. У меня на сегодня все, ребята. Сейчас мы еще сделаем пары уникальных фотографий. И надеюсь, что в 31 числа все будут довольны тому, что ждали вот уже полтора года. 31 числа в 20.00 местного времени мы уже увидим поединки Красимера Костадинова и Виталия Лавитина. Посмотреть это все можно будет вживую в системе Pay Per View на канале ArmBets TV. Подписывайтесь на ArmBets TV, ибо сама подписка это целый месяц. Вы можете смотреть уникальные поединки, которые мы будем выбрасывать туда, показывать вам новости и так дальше. А в будущем, учитывая то, что профессиональная лига меняет несколько форматов, где теперь уже поединки И-108, вы сможете смотреть даже три раза в месяц это оплачивается.